ребят тут смотрите видите снег как лежал так и лежит но у нас все убрано у нас вот посыпано все вот посыпано все песочком вот но снег как лежал так и лежит и я не знаю сколько он еще будет он идет постоянно снег в этом году постоянно идет минус 10 11 градусов такая погода в питере вчера целый день они убирали сыпали песком солью видно вот принципе по дорожкам все дорожки то убраны везде вот такая у нас погодка девочки и мальчики всем привет ну что хочу сказать что во-первых хочу сказать что у нас в питере в питере у нас зима продолжается который уже всем надоело кстати это самое опять тоже люди болеют очень сильно такие гриппы гриппозненькие ходят знаете кашляют чихают и так далее вот поэтому конечно сейчас в питере нехорошо минус 17 вчера было сегодня минус 10 прыгает тоже та самая температура ну то есть чувствуешь себя не не ахова честно сказать чувствуешь себя не ахова даже я бы сказала разбитым чувствуешь себя вообще какая-то усталость не знаю витаминоз наверное начинается а вот судя по всему такое знаете состояние нестояние если честно вот но слава богу значит это самое в общем слава богу живем во всем остальном все нормально ничего не меняется я может быть погоду вам покажу сниму перед этим видео вставлю вот кусочек нашей погоды так то все в основном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо вот ну я знаете из-за чего вышла в эфир тоже мне захотелось ответить на один комментарий знаете она редко пишет но она смотрит меня я так понимаю дама из латвии с какой-то из прибалтийской какой-то скорости из латвии самая русофобская страна в прибалтике вот и вот эта дамочка значит она накатала мне под прошлым видео но она потом убрала свою свой этот комментарий не выдержала ее душа у это вот она накатала мне комментарии о том что вот так то такое секое вы вы верите в свой телевизор вы его смотрите да ты 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 5 10 вам говорят что бандеры кушают русских детей да вам говорят там что-то еще нам говорят в общем не знаю а на самом-то деле вот так вот оказывается что значит все у вас скоро денег то не будет вот денег то у вас скоро не будет и и вообще россия скоро рухнет и вы сидите в говне как она мне сказала я сижу в говне знаете я смотрю я смотрю ваши как его называют ваших блогеров я вижу что у вас творится на улицах в риге и вообще не убирают я бы сказала вот там действительно говно это рига это ваш ваша столица ваша столица чуть-чуть выпал снег и просто действительно люди ходят по говну вот вы сидите в говне но вы тявкаете оттуда да вот это самое до украины и так далее самое лучшее самое слушайте вообще-то про бандеровцев мне не надо рассказывать ты кто так ты хоть раз была в лапах у бандер ты вообще бы я хотел чтобы такие как ты попали в лапы хоть раз в бандеровцев и абсолютно что с тобой бы там сделали просто мне не надо раскладывать еще раз говорю дура ты недоделанная если ты смотришь меня то ты посмотри мои старые видео где я говорю о своем происхождении рассказываю рассказываю как я еще в советском союзе будучи маленькой девочкой но школьницей мы с папой ездили на украину к своим родственникам у меня родственники половина там живут если я скажу свою фамилию дечу ты обосрешься но я не буду ее тебе говорить понимаешь наш клан там такой огроменный наши родственники там далеко не последние люди в украине на украине так специально буду говорить на украине раздражать такую как ты дуру вот и я знаю это не понаслышке я просто там было было с папой и больше туда ездить не хочу хотя я влюбилась саму украину украина в саму природу украины это вообще-то рай на земле честно говорю украина это рай на земле и как можно с таким было рай им такое вот сотворить я не знаю надо еще постараться и уметь такая богатейшая страна с таким шикарнейший там очень мягкий климат вот мы были летом ездили климат обалденный просто обалденный там шли по поселку где мы жили у папиной она или тетя или двоюродная сестра и сейчас уже не помню вот и там поселок значит а вот эти вот вот так вот фруктовые деревья вот идешь по улице фруктовые деревья вот так вот спускаются да и вдоль дороги лежат просто валяются абрикосы вишня ну то есть вот так просто идешь по дороге и топчешь то есть это благословенная земля вообще-то сама украина я говорю я в саму украину я тогда влюбилась просто но общение с моими родственниками я их родственниками понимаете я же не просто там приезжая с санкт-петербурга была яру я мы ходили по родственникам в гости спасибо но нет я для них пришлое русское папа приехал с русским ребенком и это было а ту ее а ту вот что это было и моего папу в том числе да там ненависть просто рвалась понимаете вы вылезала даже с молодых детей даже с маленьких детей с моих братьев там двоюродных она даже лезла оттуда перла я посмотрите мои видео я рассказывал как наш родственник мы пришли в гости и он чуть собаку не не это самое на нас не спустил она просто была привязана если бы она была но она рвалась просто он даже не сказал там в общем короче я не хочу это все вспоминать я просто хочу чтобы такая дура как ты которая никогда в жизни бедеровцев не видела а какой-то несет херню что ты такая идиотка как ты туда попала хоть разочек хоть разочек туда попала я посмотрю чтобы из тебя там сделают разорвут дура ты на мелкие клочья но вообще хотелось бы конечно чтобы так и было очень хотелось бы чтобы так и было но к сожалению сидишь своей латвии сиди сиди в своем говне и сиди в своем говне в питере все хорошо все прекрасно все кстати убирается все мы избалованные просто вы просто избалованные вам в латвии такого и не снилось чистоты на улице какая есть у нас санкт-петербурге просто не снилось поэтому сиди там и не вякой что касается украинцев ты мне не рассказывай ты мне украинки наполовину не рассказывай что такое украинцы поняла и мне так нравится это самое такая мы помогаем украине помогает дура ты недоделанная там коррупция зашкаливает в этой твоей украине зашкаливает там выбирали кто поедет на евровидении там выбрали такую пухляшку такую вот это самое женщине даже не зашат запиниться понятия не имею и знать не хочу это неинтересно дело в том что они хотели на это 11 миллионов долларов это они потратили только выбор чтобы просто выбрать для сравнения там в том же азербайджане я уже не помню то ли 500 тысяч там то ли 300 тысяч в общем там то ли 30 тысяч до какие-то копейки и огромная великая украина воюющая страна потратила 11 миллионов долларов на того чтобы просто выбрать человека который поедет на евровидении мама дорогая слов нет одни выражения слов нет одни выражения это коррупционный как можно вообще быть такой идиоткой и не видеть вот эту коррупцию жуткую коррупцию у них там вообще слов нет понимаете я когда вот эти комментарии смотрю правильно правильно говорят уже уже просто же ржут сами украинцы которые находятся там в украине на украине и говорят чем дальше в лес тем злее партизаны понимаете тем вы злее чем дальше в лес и главное какая может быть любовь к украинцам и к украине если вы призываете их дальше воевать они не хотят воевать что они видите как они сбегают что не видите как они бегут как насильно затаскивают в эту сраную войну сраная война я тоже считаю что это война сраная их туда насильно запихивают они не хотят туда правильно делают не дураки понимаете там живут может быть и странные люди но они не дураки во всяком случае и не хотят быть мясом понимаете за зеленского там воевать пойдем за зеленского воевать и понимаете наша бандера мати украина там у нас бандера батя украина матя понимаете пойдем за зеленского воевать а вот не поет не хотят они идти за зеленского воевать и иди блять посылай свои ты чё тут это самое копи ломаешь посылать своих детей туда иди мужа туда послал сама иди там же баб призывает во все лопатки там вот это я смотрела блогера украинского он говорит что там уже они не блогер это соскин есть такой нет не соскин подождите какой-то а стариков стариков там военный эксперт у них так он говорит что там одна женщина написала ему в 50 53 года и пришла повестка иди блять воевай воюй вот это иди воюй тебя возьмут дура ты недоделанная понимаете это надо прекращать это все надо идти на переговоры на прекращать это все и забыть о том что крым это наш и забыть о нем уже забудьте уже люди вам пишут с крыма забудьте о нас уже все мы не ваши и никогда вашими не будем угомонитесь уже понимаете уже уже русские немцы там не хотят сами кстати кстати немчура то проклятая сейчас что это самое что выдумала теперь и фермер его кстати польские фермеры польские фермеры вы видели какие плакаты они пишут там стоит значит с косой а баба с косой смерть и в под украинским флагом и они говорят ему вот вам что будет украинцы все придете это фермеры польские устраивают вот такие вот против вас весь вся европа возбудилась но то что европа возбудился конечно смешно ник и ничего не будет там это понятно настоящих буйных нет если это не все эти революции это проплачено и все ничего там не будет попищать попищать и угомоняться понимаете никто не будет там против выступать против власти так чтобы там перевороты какие-то не будет этого кишка у них танка во всех у европейцев пооруд пооруды пойдут в освоясь и но факт остается фактом так вот почему договорились фермеры например немецкие уже договорились до с властями те поднимут какой-то налог на мясо на что мясо будет еще дороже в германии этот налог пойдет на удовлетворение ну каких-то убытков для немецких фермеров оплачивать будет простые люди то есть взлетит вот и все какой-то дополнительный налог введут на мясо и все вот все договорились все довольны понять а простой люд будет вот это мясо покупать за догравизм это вообще это просто смешно так вот я и говорю что вот эти все буйства которые происходят они ничего не будет ничего не будет не в европе говорит вот это самое сняли заложенного мы будем там возмущены господи вы сидели ниже плинтуса украинцы будете сидеть ниже плинтуса будете только вот один там какой-то убежит куда-то слава богу спрячется там в леса от цк вот вот и все вот и все весь ваш протест но если только женщины там женщины украине там да они могут дать жару так что так что вот такие вот у нас дела понимаете я когда смотрю возмущен смотрю да и кстати что самое интересное мне нравится украина знаете это такая страна которая которую не сбить с пути потому что они сами не знают куда они идут с пути сбить не у когда мы идем вес их не хотят брать на то их не хотят брать они не хотят там это самое поэтому куда они идут они сами не знают поэтому с пути не сбит не собьешь вот уперлись рогом и когда-то там ой господи так что вот такие вот дела у нас не сбить как говорится с пути потому что мы не знаем куда мы сами идем это про украину ну что все что я хотела я сказала я отвечаю на на эти комментарии понимаете просто меня бесит если ты блин смотришь и боишься высказать даже свое мнение то есть его написала свое и удалила свой комментарий боишься значит уважаешь вот так что бойся бойся но наш президент четко сказал что не нужна нам эта сраная прибалтика сидите там мирно и спокойно никому вы не нужны тявкайте вот эту русофобию разгоняйте для чего зачем сами не знаете понимаете ненависть она не приводит к хорошему никогда не приводит мне например плевать на вас глубоко фиолет тявкайте там дальше мне просто на вас вообще не знаю кто вы такие чего там делать мне пофигу ну вам то не пофигу понимаете вам то не пофигу ой в общем короче я считаю что надо заканчивать все эти конфликты переговорами это все понятно это все понятно непонятно только забугорским дебилкам вот которым я говорю свои их не жалко и не жалко украинцев то что русских там не жалко все понятно то что украинцев не жалко которые должны воевать до последнего украинца то есть это вообще это просто дикость и эти все весь мир с нами весь мир с нами где с вами то господи не смешите мои коленки ни на что вы не годны ничего вы не можете власть и теперь прыгали скакали скакали теперь у вас будет вечный зеленский даже без выборов все кричали вот у вас там один президент 20 лет правит так мы его выбираем мы его выбираем а вы то теперь выбирать то не будет пожизненно будет пожизненно военное положение потом еще какое-то положение и он будет у вас вечного он будет у вас вечного так что всем пока пока о это вообще просто я я офигеваю вот ну и всем конечно же хорошим на всем вообще всем людям счастья здоровья самое главное берегите свое здоровье вот это самое главное и живите своими мозгами живите своими мозгами вот эти вот все которые злые партизаны чем дальше в лес тем злые и злее партизаны понимаете вот они там и будут злее сидеть за кордоном давайте вы там воюйте русские с украинцами вы там воюйте а мы тут мы тут вам поможем чешу вы суки такие ах сучка драная ну ладно ладно я говорю что плохо кончится у тебя плохо кончится кто сеет ветер пожнет бурю запомните раз и навсегда ну а так всем хорошего настроения и пока пока здоровья и добра и мира